Привет всем подписчикам, а также новым зрителям канала. Давно я не делал видеообзоров на наборы из моей коллекции. Вытесняли обзоры других рубрик, более интересных. И сегодня я хочу исправить это и показать вам довольно интересный большой набор из серии к 20-летию LEGO Звездные Войны, который выходил в 2019 году. Покупал я его относительно давно и приобретался он в новом исполнении. То есть не по розничьей цене, а брал я его на авито, но удалось мне его приобрести не в бушном исполнении, а именно в новом запечатанном. Поэтому это только придает ценности данному набору. Из других линейки к 20-летию это составляет еще 4 набора. Но самое интересное, как по мне, это вот этот Slave 1, который меня как раз таки и заинтересовал из всей этой серии. Могли, конечно, LEGO придумать к такому знаменательному событию что-нибудь и пограндиозней, но хорошо, что вообще они сделали данный раздел, который составляет 5 наборов. И каждый из коллекционеров LEGO мог подобрать для себя что-то интересное и уникальное. Что ж, давайте не будем медлить и перейдем к рассмотру мини-фигурок. Здесь их составляет 4 основных. Одна коллекционная, представленная в стиле принцессы Лэи с подставкой 20 лет. И она такая раритетная в старом оформлении 2000-х годов с желтым лицом, еще не улучшенным формами прически и со старым образом оружия. А также здесь еще есть хансола в карбоните. Для меня это мини-фигурка или полудеталь уникальная, не новая. Поэтому у меня такая деталь уже вторая. Давайте начинать, наверное, с обладателя данного корабля. Это Bobo Fett. Изначально мне он в наборе попался немного бракованный, потому что данный набор, я не знаю почему, но современный набор именно 2019 года шли с какими-то браками. Я боялся, что будет вообще сильный брак. Но у моего Bobo Fett, вот если сравнить, то у него немного стерся принт и переместился, если судить по центральной полосе шлема, то он переместился немного вправо. Поэтому у меня есть вторая версия из камеры карбонитной заморозки, ханасола. Именно оттуда я взял данную мини-фигурку. Если посмотреть сзади, то здесь все идентично получается. Его ранец, накидка. Оружие здесь идет другое. Я считаю, что она больше подходит данной мини-фигурке, чем давалось вот в этом наборе. Если мы снимем маску, то здесь мы увидим обычное лицо штурмовика, свойственное для тех времен. А так принты здесь одинаковые. Вроде бы они даже никак не поменялись. Поэтому это идентичные мини-фигурки. Переходим ко второй мини-фигурке. Это ханасола. У меня данной версии ханаасола не было. Был только вот в таком обычном обличии. Вот как, например, здесь в карбонитном заморозке. А именно по сезону, когда он был в облачном городе, в этой куртке у меня не было. Именно на Беспине. Поэтому для меня эта мини-фигурка стала новой и довольно интересной. Сама по себе мне мини-фигурка понравилась. А именно его структура волос очень хорошо смотрится. А также есть еще второе выражение лица. В комплекте к нему шел обычный бластер. Далее идет два катрабандиста. Один из них был абсолютно новым для данного набора. Это Зукус. Довольно интересный катрабандист. Для любителей империи и вообще банд катрабандистов очень полезная мини-фигурка. Так как для меня я люблю различных таких главарей, предводителей и вообще представителей других рас в Звездных Войнах. Это и делает данный сериал довольно уникальным и вообще всю трилогию в целом. Данный Зукус очень хорошо сделан. У него нижняя деталь идет с принтами от обычной детали. Например, Лего использовали данную деталь еще и на баре Софи, сделанную по фильму. Довольно хорошо гармонируется с самой мини-фигуркой. Голова здесь у него идет уникальная. Идет она с продолжительными принтами по всему телу. Выполнили довольно аккуратно. Я считаю, за это Лего респект. В целом, в последнее время небольшая проблема у Лего с выпуском новых именно принтов, каких-то новых мини-фигурок. Но вот в новой волне это исправили. Например, сделали даже и Бокатан. Для Гара Саксона вообще сделали новый принт шлема. Поэтому вот именно в новой волне именно с этим проблем нет. Но в 2019 году там вообще был застой с наборами. И этот набор был каким-то вдохновением для коллекционеров и стимуляцией для покупки и возвращения серии в целом. Вторая мини-фигурка из его катарбандического отряда это Четырелом или Фоллом. В целом это астромеханический дроид, который был запрограммирован на убийство. Так же, как его владелец был сделан под стиль этой расы. То есть в виде мухи. Для меня эта мини-фигурка тоже не стала новой. Я не знаю, зачем сюда положили Лего данную мини-фигурку. Ведь они делали ее в батлпаке с четырьмя катарбандистами. Вот у меня есть данная мини-фигурка. То есть две идентичные, одинаковые. Я сам смотрел, сравнивал. Принты у них идентичные. В целом просто для того, кто не успел взять батлпак как пополнение в коллекции, будет смотреться хорошо. Но не более. Так же просто как дополнение. Следующая мини-фигурка это консолов в карбоните. Если так можно назвать эту мини-фигурку вообще фигуркой. Потому что это по сути просто идет деталь как дополнение к самому набору. Но хочу отметить, что плюсом, что ее вообще сюда положили. Потому что деталь довольно редко встречающая и довольно уникальная. И естественно, если смотря на данную карбонитную заморозку, сразу ассоциации собладают со Слэевом первым. Ведь именно он перевозил его на татуин к Джаби Хату. По задней части здесь есть такие крепления, к которым можно прицепить Хана Соло. Хоть он здесь и с другой прической. Но тем не менее, его можно сюда присоединить. Во время игры, например, довольно полезная функция. Но не более. У меня, например, когда набор на полке стоит, то у меня данная деталь вообще убрана в корабль, чтобы она не мешалась. Так что таким образом, для игры, конечно, очень полезная деталь. Ну и для коллекции в целом, если у вас нет ее, довольно интересно. Далее, если смотреть, это, я считаю, изюминка данного набора. Это принцесса Лея. У меня никогда вообще не было именно фигурок 2000-х годов, такого старого образца. Но мне они как-то не очень нравятся. Я не уважаю данные раритетные мини-фигурки. Хоть есть, я знаю, отдельные коллекционеры, которые гоняются за ними. Вот, кстати, есть принт, отделяющий ее либо ценность, либо не ценность, я не знаю. Встречалась данная мини-фигурка, как я знаю, в первом Соколе Тысячелетия. И вот, чтобы как-то их отличить, ей нанесли. И вообще всем мини-фигуркам сзади такой принт 20 лет Лего Звездные Войны. Я не знаю, возможно, это для того, чтобы не могли перепродать под видом именно старые мини-фигурки, какие-то коллекционеры, перекупщики. А может быть, просто придает отдельной ценности данной фигурке. Из оружия у нее данный бластер старого образца, как обычно, шел у всех мини-фигурок. А так, по принтам здесь очень скудненько. Идет только окантовка ее платья. На ногах нет принтов, и сзади тоже, по сути, ничего нет. Но довольно интересная фигурка. Она у меня стоит на полке с моим Соколом. Плюс ко всему еще идет принтованная деталь на подставке. Я считаю, по мини-фигуркам этот набор сразу заслуживает при покупке плюса, и уже хочется купить данный набор. Что ж, теперь, перед тем, как перейти к самому набору, хочу отметить инструкцию, потому что в данном наборе она довольно интересная, а не просто набор бумаг для того, чтобы собрать набор. На переднем плане можем видеть, естественно, сам набор, стандартный для всех наборов. Артикул данного набора 75243, ну и сбоку есть такое оформление 20 лет лего. Если ее открыть, то на первой странице здесь идет, естественно, все на английском, но довольно познавательные статьи. На следующей странице сравнение самой первой версии и самой последней. Естественно, сейчас вышла уже новая версия, сделанная по Мандалорсу. Я считаю, данная версия совершенно не заслуживает внимания коллекционеров, сделанная она больше для детей в уменьшенном плане. И именно для коллекционеров, я считаю, самая выгодная бюджетная вариант, если не считать UCS, это как раз-таки версия с лево 1 по 20-летию. Здесь она насчитывает 1007 деталей, ну и если сравнивать, конечно, с первой версией, прогресс виден налицо. Здесь всего было 165 деталей. Но для того времени это было все равно круто. Вот как я уже говорил, 2000 год. Далее идут как раз-таки наборы другие, представленные из этой серии. И со всей массы данных пяти наборов мне больше всего понравился еще и зацепил внимание вот этот коллекционный набор. Именно что Шагахота и ТРТ по кэшиику с Дартом Вейдером 1999 года. Поэтому я считаю, что может быть со временем я найду его на Авито и приобрету в свою коллекцию. А так другие наборы здесь не очень интересны. Это байка Энкина и в общем-то в принципе ничего интересного здесь нет. Лэндок и Ларисиан и Хансова коллекционные. Для кого-то может быть будет интересно, но не для меня. Также на последних страницах инструкции у меня был брак. Я не знаю с чем это связано и такое у меня встречалось впервые вообще за все коллекционирование. В общем-то говоря на некоторых страницах у меня была вот так вот потерта инструкция. И это было довольно сложно даже на некоторых этапах сборки просмотреть какие детали например вообще собирать. В общем не знаю что произошло именно в тот момент. Может быть закончилась краска специальная для печати у Лего. В общем у меня там смыто. И это даже не все браки которые есть в данном наборе. Давайте начинать рассматривать набор, чтобы перейти к его подробному рассмотру. По переднему плану могу отметить, что корабль сам по себе интересен. И что привлекло меня в нем это то, что данный звездолет сам по себе довольно сыграл большую роль в саге Звездных войн. Во-первых сначала он являлся кораблем Джанго Фетта, отца Боба Фетта. Далее он перешел по наследству к Бобу Фетту, который перекрасил ему краски в малиновый цвет. Изначально он был в синим. Как самые внимательные естественно заметили это. Во втором эпизоде Звездных войн как раз таки он фигурировался очень часто. Но к сожалению, вот не знаю, Лего очень любит перевыпускать данный набор Слейф 1, а вот Рап 1, который был перед данной модификацией корабля, они почему-то не делают. И к примеру я бы на выбор, если бы стояло два набора, взял бы естественно звездолет Джанго Фетта. Потому что он тоже сыграл не менее важную роль в всей саге Звездных войн. Но поскольку набор с кораблем Джанго Фетта выходил в далеком 2005 году, или в общем в этих годах, и сейчас он является абсолютным раритетом, найти его очень сложно. Да и в принципе детализация там не очень-то и уж и хорошая, если сравнивать с современными реалиями и конструкторами по Лего. Поэтому я считаю перевыпуск данного корабля естественно нужен. По самому кораблю хочу отметить, что конструкция его подчеркивает, по-моему, самая идеальная, что можно было придумать из этого корабля. То есть здесь максимум направлен на красоту именно для коллекционеров. Потому что если вспомним предыдущую версию, фотка сейчас высветится вам на экране, то из функциональных элементов здесь составляло еще и по боковой части. Открывались вот эти вот элементы, которые здесь выполнены просто для придания 3D формы и объема самого корабля. Также еще выкидывался из задней части его ионная ракета, которая всем известна, которая поражала и уничтожала все вообще корабли в прах. Здесь такой функции нет. И я считаю, что с одной стороны это, конечно, плюс в том плане, что выглядит сам корабль не громоздко, очень аккуратно и красиво. Но с другой стороны, если конструктор предразумевается для игры, именно что ребенку, это не очень хорошо. Поэтому играть-то здесь очень... в общем, играть здесь не с чем. По сути, выстреливают вот эти две ракеты зеленые. И из функционала основного это, в принципе, все. Также еще функциональные. И вот эти элементы, основные орудия, естественно, они функциональны должны быть. Я даже думал улучшить этот корабль и сделать, чтобы данные пушки заодно поворачивались. Но не получилось у меня это сделать, поэтому оставил как есть. Меня немного вот смутило то, что они двигаются по раздельности, ведь они все время стреляли как спаренные две. Две такие пушки. Но Лего выбрал вот такой конструкторский шаг, поэтому изменить здесь ничего нельзя. Иначе разваливаются, друзья, вот эти боковые части. Я даже сам пробовал. Если кто-то пытался видоизменить данный корабль, то напишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать. Детализация по боковой части. Здесь тоже Лего потрудились. Такие слитками украсили. С такими деталями мелкими. Также хочу отметить довольно затратные такие детали, скругленные. Здесь их идет 4 штуки. Поэтому это, наверное, и увеличивает его ценность. Потому что по розничной цене он стоил крайне дорого. И приобрести его, например, в обычном магазине для Лего было очень затратно. Поэтому на тот момент, когда он вышел, я не стал его приобретать. Да и я так часто делаю с Лего, потому что стоят они недешево на сами наборы. Но со скидкой самое то, да еще и в новом исполнении. Да и отхватил я по очень интересной и хорошей цене. Поэтому совершенно не жалею, что взял данный набор. Приобрел я его как раз после просмотра второго эпизода. И почему-то представлял себе, что это корабль именно Джанго Фетта. Хоть и он корабль Боба Фетта, который сыграл тоже немаловажную роль. По функционалу. Если посмотреть и заглянуть внутрь, внутренности у данного корабля тоже довольно неплохо оформлены. Если посмотреть, то по бокам располагаются две наклейки. Очень хорошие и информативные. Которые подчеркивают конструкторы управления данным кораблем. Здесь вообще была сложная конструкция. В общем, в изначальном исполнении, когда он приземлен, корабль находится вот в таком положении. Когда он взлетает, он поворачивается и уже принимает вот такую форму. Изначально, конечно, это всем известный утюг, который напоминает своей формой как раз таки строением корабля. По задней части здесь могу отметить сложный довольно конструкторский ход. Это сделать вот эти объемные элементы скошенных, сглаженных деталей. Довольно хорошо это передали. Я считаю, это плюс. Также детализация находится и на крыловых частях корабля. Если посмотреть, то здесь тоже есть детализация различных элементов. Тоже все это хорошо предусмотрено. Я так понимаю, почему здесь идет именно детализация, упор на детализацию, а не на игровые элементы. В том, что конструктор данного корабля был, который именно придумывал конструкцию. Ведь у Лего придумывают сначала саму композицию корабля, а потом уже делают их по деталям. Был конструктор тот же, который изготавливал набор UCS. Как вы знаете, выходил набор UCS для элитных взрослых коллекционеров. А вот именно, что для более младшего поколения коллекционеров набора не было. Поэтому данный конструктор и делал по уменьшенным по сути чертежам данный набор. Это точно я знаю. Поэтому здесь, скорее всего, так и сделано, что функций мало. Но красота набора подчеркивает все практически во всех углах набора. Набор сделан очень хорошо. Задний функционал. Это открывается вот эта крышка, в которой можно положить вот эту карбонитную заморозку. Если ее туда закинуть, то она там будет держаться. Но также в целом это можно использовать, например, и в игре. Как багажник для оружия. Потому что оружие, на секунду откликусь, здесь нельзя никак поместить. Если вы его просто бросите вон туда, то она улетит через вон то отверстие сзади. Поэтому в межгалактическое пространство улетит ваш бластер, и вы его больше никогда не найдете. Поэтому лучше его ложить в задний трюм. На стекле у меня обнаружились такие сколы и царапины, когда я начал открывать данную крышку. Я тоже слышал, что для наборов, характерные в 2019-2018 годах, есть вот такие вот проблемы. Благо мне попалось стекло, которое не совсем оцарапано. Я знаю, что попадались коллекционерам. Приходилось заменять лего через специальные сайты. В общем, это мне заниматься очень не хотелось. И мне очень повезло, что мне попалось нормальное стекло. В целом, если не приглядываться, то никаких сколов там не видно. Внутренняя детализация под крылом тоже очень хорошо выполнена. И сам набор, я когда его начал собирать, думал, что соберу довольно быстро. Но сборка заняла у меня очень занимательный процесс. Процесс именно системы конструктора. Вот эта система выстреливающей. Если посмотреть, то сзади есть таких два рычага, на которые можно нажать и произойдет выстрел. Вот эти красные элементы как раз и служат для выстрела. Казалось бы, из задней части происходит выстрел в передний, и сделать это довольно проблематично. Но лего сделали данную функцию. Вот если стрельнуть, спокойно ракета выстреливается. Также из характерных плюсов для набора хочу отметить удобную ручку. Потому что набор брать здесь не поймешь как. Только вот за переднюю часть, если именно перемещать. Даже не в игре, а именно в перемещении. Сзади предусмотрели удобную очень ручку, которой можно цепляться за набор, просто отодвинув ее. Я считаю, что это очень хороший ход и хорошее решение конструкторов. Просто отодвигаем и можно уже передвинуть набор в другое положение. Очень классно придумано. Но вот из-за этой ручки детализация сзади набора очень сильно пострадала. Дело в том, что вот эти элементы центральных двигателей должны располагаться полностью, а не оборываться посередине. Поэтому в этом идет недочет. Да и вообще в целом дно набора немного схалтурили и могли сделать более детализирований. Но это для очень придирчивых коллекционеров. В игре, например, это вообще не будет видно. Да и вообще, кто смотрит на подошву данного корабля, всем интересно, что находится снаружи. Поэтому именно серьезных минусов в этом даже и нет. Сам набор по себе мне очень понравился. Упаковку от него я показывать смысла не имею. И никогда не показывал упаковку. Есть видео обозреватели, которые показывают это. Но я не считаю, что это является какой-то интересным элементом в самом наборе. И вообще в целом, что это интересно смотреть. Обычные упаковки. Хотя вот к 20-летию немного идут они видоизмененные. Но это больше как инструкция. В целом там ничего, чего-то нового LEGO не положили. Поэтому смысла показывать я ее не вижу. Хочу затронуть также тему наклеек. Потому что многим не нравится их наклеивать. Кто-то наоборот в кайф получает от их наклеивания. В данном наборе их уравновешено. То есть нет ни больше, ни меньше. В целом во всех местах они предназначены для своих функций. И именно какие-то элементы LEGO сделали деталями. Что отдельный респект. Потому что есть наборы, которые LEGO делают детализацию. Показывая за счет наклеек. Это не очень хорошо. Поэтому я считаю, что здесь максимально попытались избавиться от них. Да и будем считать, что корабль-то очень большой. В целом для всей линейки того года. И тысяча деталей, конечно, это довольно большой набор. Поэтому с наклейками здесь проблем нет. В целом наклеивать их было не очень сложно. Хоть я и не спец по наклеиванию. Именно больших, таких огромных и сложных наклеек. Их, конечно, приклеивать на набор довольно сложно. И можно испортить общий вид самой конструкции модели. На сегодня получился вот такой видеообзор. На набор Slave 1 Boba Fetta. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много чего интересного. Движемся к отметке в 500 подписчиков. На которой будет обзор коллекции. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал. То поскорее сделайте это. Ведь только на этом канале вы увидите личные кастомы. Обзоры различных интересных конструкций. Мог диорам. И много чего еще. Ну а на сегодня это все. С вами был я, Лего Старс. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok